Учитель должен владеть умением создания оптимальных условий для формирования современных школьников ключевых компетенций, то есть навыков, которые необходимы для освоения в дальнейшем любой профессиональной деятельности и успешной адаптации личности в современном мире. Я считаю, что наше глобальное общество стало намного более зависимо от творческого мышления, инноваций и новых технологий. И совсем не нова позиция, согласно которой в школе сегодня мало просто учить. Задача сегодняшней школы — научить учиться. Поэтому одно из важнейших направлений моей работы — создание условий для формирования у моих учеников таких навыков, как критическое мышление, то есть возможность с различных точек зрения проанализировать вопрос или проблему, создать план действий и оценить результаты, креативность, то есть возможность продемонстрировать процесс генерирования новых идей. Я учитываю важность и стараюсь формировать у ребят кросс-культурное понимание проблемы, то есть способности распознавать и правильно реагировать на людей или ситуации при условии культурных различий. Конечно же, и КТ-компетенции. И еще очень важным фактором для меня является учет мотивационной сферы моих учеников. Для формирования названных компетенций я использую возможности открытости образовательной системы, дистанционной формы и инновационные методы, например, работа в социальной сети Содружества для детей с ограниченными возможностями здоровья, издание детского научно-популярного альманаха Базон Хиггса, руководство научно-исследовательской деятельности учащихся. Основные положения и результаты представленной концепции получили признание коллег на конкурсах Гранд Москвы и лучший учитель в рамках ПНПО, а также легли в основу авторской программы курсов повышения квалификации. Опираясь на полученные результаты, я защитила диссертацию по теме проблемы влияния ресурсов в сети интернет на политическую активность молодежи. Выступаю на научных конференциях с докладами по проблемам ИКТ в образовании. Полученный опыт позволил мне при поддержке руководства гимназии и моих учеников провести международную научно-практическую конференцию «Объединяемся знаниями», участниками которой стали ребята не только из России, но и из других стран. О себе как о человеке и горжусь тем, что у меня много друзей, воспитываю трех сыновей, люблю учиться, участвую в общественной жизни. Летом 2012 года при поддержке Комитета молодежи города Сухум я организовала и провела молодежный арт-фестиваль «Эвкалиптовый ветер Абхазии». И это мероприятие не было бы таким успешным, если бы мне не помогали мои друзья-ученики, которые тоже приняли участие в этом фестивале. Я очень люблю свою работу, я очень люблю своих детей, и я счастлива, когда в своей педагогической практике я нахожу подтверждение замечательному высказыванию. Учите не тот, кто учит, а тот, у кого учится. Продолжение следует...